Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью «Любим одних, а живем с другими». Если у потенциальных родителей есть лишние деньги, существует несколько вариантов выбора пола своего ребенка. Методы варьируются от естественных, например, использования определенных пост во время полового акта, до высокотехнологичных, например, сортировка спермы. Пары имеют 50 дробь 50 шансов зачать мальчика или девочку в результате естественного полового акта. Тем не менее, есть люди, которые могут захотеть иметь более высокие шансы в пользу определенного пола либо по культурным причинам, либо из-за мечты о воспитании сына или дочери, либо для уравновешивания своих семей. Другие делают это, чтобы не дать своим потомкам унаследовать генетические заболевания, связанные с полом. К чему приводят надежды? Какова бы ни была причина, эксперты в области здравоохранения опасаются, что некоторые родители возлагают нереалистичные надежды на методику определения пола и разочаровываются, когда им не удается добиться желаемого результата. Нет никаких реальных доказательств того, что эти методы работают, говорит Сандра Н. Карсон, доктор медицинских наук, президент Американского общества репродуктивной медицины, отмечая, что такие методы также эффективны, как случайный секс при рождении ребенка предпочтительного пола. И даже если у вас родится малыш выбранного вами пола, с взрослением он может перенять черты другого пола и не соответствовать стандартным представлениям о внешности и характере. В этом случае специалисты по этике беспокоятся о благополучии ребенка. Не бойтесь пробовать, но и не надейтесь на 100% результат. Фото onsplash.com Какой способ выбрать? Тш. Мартин Янг, доктор медицины, педиатр, практикующий в частной клинике, изучил медицинскую литературу по определению пола и обнаружил, что популярный метод Шоттлса работает хуже, чем случайный секс, с вероятностью успеха 39% в выборе пола вашего ребенка. Идеи Шоттлса кажутся логичными, но они слишком упрощены и не основаны на научных исследованиях, говорит Янг, автор двух книг на эту тему. Если вы хотите иметь женщину, вы должны запланировать половой акт как можно ближе к времени овуляции, говорит Янг. Если вы хотите иметь ребенка мужского пола, у вас должен быть половой акт за несколько дней до этого, чтобы попытаться увеличить вероятность. По словам Янга, вероятность успеха этой стратегии выбора пола ребенка может достигать двух из трех, около 67%, если все сделано правильно. Читайте также, мама, не паникуй, как подготовиться к появлению двойняшек. Напоминаем? Прочитай статью «Любим одних, а живем с другими», по ссылке ниже. Продолжение следует...